Каждое лето остров встаёт вопрос покоса травы в городе. Одни соровчане придерживаются мнения, что её трогать не нужно. Другие утверждают, что устали пробираться сквозь заросли. Так или иначе, убирать высокую растительность вдоль дорог и на основных местах прохода людей – необходимость. И дело тут не только во внешнем виде территории. Трава возле детского сада номер 44 выросла до внушительных размеров. На некоторых участках она достигает более полутора метров. В зарослях скапливается мусор и пыль. К проходящему репейник цепляется за одежду. Обзора почти нет. Да что уж и говорить об эстетической стороне вопроса. Высокая трава – источник для размножения блох, клопов и клещей. В ней часто прячутся бродячие собаки, встреча с которыми может обернуться неприятностями. На дорожных поворотах за зарослями порой плохо видно других участников движения. В социальных сетях соровчане активно обсуждают масштабы городской растительности. Трава везде буйствует, плохо косят в этом году. Как и в том году, ничего не меняется. Звонишь в ЖКХ, там посылаю, в ДГХ – такая же история. А в этой траве вот такая живность водится. На Северном переулке такая же картина. У нас во всем городе так, не только у Рыничка. По словам начальника сектора благоустройства Департамента городского хозяйства, на проведение работ в этом году повлияли пандемия и погодные условия. Много дождей у нас было, много солнца, много тепла. Травяная масса очень большая, поэтому покос происходит в тяжелых условиях. Плюс еще при пандемии иногородние рабочие долгое время не могли въехать. Поэтому идет достаточно тяжело. В первую очередь у нас косятся детские площадки, въезды, выезды во дворы, так, чтобы обезопасить граждан и транспорт, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия. Придомовые газоны содержатся управляющими компаниями. Дворовая территория обслуживается разными фирмами по муниципальному контракту. Узнать, в чью зону ответственности входит конкретная территория, можно в департаменте городского хозяйства. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.